19 января 2038 года. Обычная дата, казалось бы. Да и на календаре там хоть не пятница, не суббота, а обычный рабочий день — вторник. Для нас людей эта дата действительно ничем не примечательна, а вот в мире программирования это может являться чуть ли не Армагеддоном. Подобный случай, если вспомнить, уже когда-то был. В 1999 году множество IT-компаний, как техногиганты в виде Microsoft и IBM, так и обычные OEM-производители с ужасом поджидали проблему 2000 года, или же Y2K-баг. Практически во всех продуктах пытались исправить отображение дат, проверить программу на корректность работы при том самом злополучном тысячелетии. В Windows, например, эта проблема заставила разработчиков того времени переписать некоторые компоненты с нуля. С 2000 года прошло уже почти 25 лет. Компьютеры изменились, да и операционки стали более дружелюбными к пользователю и совершенными в программной части. Время идет, наша жизнь не стоит на месте, а от компьютеров мы стали зависеть еще сильнее. На каждой железнодорожной станции есть автомат для выдачи билетов, работающий на Windows. В забегаловках киоски тоже работают, только на Linux. А на кассах самообслуживания в продуктовых магазинах все тоже построено на компьютере. Только вот теперь все больше нависает одна проблема. В этом видео мы рассмотрим ту самую проблему, посмотрим на действия своими глазами и выясним, стоит ли на это вообще обращать внимание. Подготовьте себе чай и печеньки, а мы начинаем. Так вот, а в чем проблема-то? Очередная годовая штука, а именно 2038 год. В этом году, а если быть более душным, то 19 января 2038 года в 3.1407 по всемирному времени происходит переполнение 32-битного значения Time-T, или же конец эпохи Unix Time. Unix Time хранится исключительно в секундах. Стартовым числом будет 0, или же 1 января 1970-го ровно 3 часа ночи. Если перейти ровно на день вперед, то пройдет 86400 секунд. Если 2, то 172800 и тому подобное. Вот, например, 3 декабря 24-го 2255 по МСК будет в виде 1 миллиарда 733 миллионов 255 тысяч 730 секунд. В общем, существует сайт, где Unix Time штамп можно перевести в адекватную для человека дату. И если отбросить все это занудство и прочие душные моменты, то лимитом 32-битного числа является 2 миллиарда 147 миллионов 483647. И 19 января 2038 года Unix Time достигнет этого лимита, и само число станет отрицательным. И мне стало очень интересно, а как будут вести себя различные системы и предназначены для этих операционных софт в данной ситуации? Чисто забавы ради любопытно. Можно начать с DOS. И что тут можно сказать? Очевидно, она почти никак не будет подвержена этой проблеме. Почему почти? Во-первых, данные о времени и дате компьютера считываются из BIOS. Во-вторых, время и дата здесь хранятся в формате DOS.Datetime, где дата предоставлена 16-битным числом формата год, месяц, день. В плане времени на час отдаётся 5 бит, на минуты 6 бит, на секунды 5 бит. Для дат 7 на год, 4 на месяц и 5 на день. В-третьих, год в самих DOS-системах отчитывается от 1980 года и охватывает диапазон в 119 лет, или же до 2099 года. Однако под DOS-таки существуют программы и библиотеки, опирающиеся на Unix исчисления времени, и от них, само собой, в 2038 году можно ждать сюрприз. Если вы считаете иначе или хотите дополнить, добро пожаловать в комментарии. К слову, ставь лайк и подписывайся на канал, ведь вместе всегда интереснее. Кстати, я даже подготовил небольшой график, который показывает, что происходит, когда ты подписываешься на канал. Впечатляет, правда? Настал момент 16-битных версий Windows. Здесь я хочу рассмотреть Windows 2.0 и Windows 3.1. И этим системам также будет всё равно, но если вы в Windows 2.0 создадите любой файл с актуальной датой и временем, то у вас это, несомненно, получится. Но ни в коем случае не открывайте свойства файла. Это будет худшей ошибкой вашей жизни. А если открыли, то скажу, что OS мало того, что плевать на 2038, но ей не плевать на 2000. И наш файл будет создан в декабре 124 года. Пока DOS кайфует в 2024, Windows отдыхает в 124. Они совершенно на разных уровнях. С Windows 3.1 уже намного проще. Тут уже система понимает, что год может быть не только двузначным, но и четырехзначным. Однако стандартные программы, кажется, имеют свои беды. Встроенный менеджер файлов будет некорректно показывать год создания файла. 2023 для него будет как меньше, чем 3, 24 как меньше, чем 4, а 2038 будет как... равно 8. ShadowPlus вообще отказывается работать, если год в системе не выставлен в промежутке между 1920 и 2019 включительно. При этом дата проверяется в режиме реального времени. Каких-либо аномалий с установленными здесь сторонними 16-битными приложениями замечено не было. Total Commander адекватно показывает дату файлов и работает с ними. А MS Office все так же стабильно предоставляет работу с документами и таблицами. Пора слегка упомянуть Windows 9X. На 95-й после 2038 года у меня тупо отвалился Photoshop и Microsoft Word. Возникает ошибка приложения, и на этом по факту все. Может быть! Может быть. Это из-за того, что я на Windows 95 обновился из-под 3.1, и с этим подтянулась некоторая конфигурация. Но все равно обидненько. На Windows XP уже становится интереснее. Разложим по пунктам. Во-первых, из установленного софта у нас перестал работать Reel Player и ICQ. Первый нагружает процессор до 100%, и после чего больше не открывается. А второй отдает ошибку 222, и сразу же закрывается. Microsoft Office, как и Total Commander, и Messenger MSN абсолютно с высокой колокольни все равно на эту дату, и продолжает спокойно работать. Sony Vegas и HyperCam 2 отвечают тем же. Во-вторых, дата установки системы отображается в UnixTime. Если пройти по вот этому пути и открыть параметры Install Date в десятичном формате, то хоба, вот вам и таймштамп. Результат Install Date показывается в команде System Info и переводится в человеческую дату. 9 мая 2024 года, 13.51. Если задать лимит, то мы попадем на знаменитые 19 января 2038. А если к лимиту добавить плюс 1, то мы попадаем на точку отсчета времени в Windows. Windows. 1 января 1601 года. В-третьих, при открытии стокового медиаплеера нас попросят установить дату до 2037 года, ибо... Ну, сами понимаете, это вызовет зависание и будет, ну, некомфортно. Они врут, ничего не зависает. Зачем такое ограничение вообще? Такое дожил и до Windows 11, но уже в традиционном проигрывателе Windows Media. А можно его выпилить вообще, пожалуйста? В 2000-х полноценно наступает эпоха 64-битных процессоров, а вместе с этим и 64-битных операционок. В 2001 году выходит Windows XP 64-бит Edition для процессоров Итаниум. Эти процессоры терпят коммерческий провал, и в 2005 году поддержка издания прекращается на фоне отказа HP от производства ПК на архитектуре Итаниум. В 2005 году выходит Windows XP Professional X64 Edition. Предназначены для всех процессоров, поддерживающих X64. В 10-ке установка 2038 года и последующие этому перезагрузки резко перекидывает дату на 2160 год. С Windows 11 эпоха 32-битных Windows завершается. Системные требования ужесточаются. Образы теперь поставляются только в 64-битном варианте. А параметр Install Date в реестре все так же будет фиксировать время установки системы в формате Unix Time. Хм, окей. А что с этим в Linux? Стоит напомнить, что Linux это не операционная система, как это мог сказать один человек с загадкой Windows. Это ядро, или же база, на котором работают все дистрибутивы на его основе. Debian, Fedora, ArchGentu. Но вы поняли. Сообщество Linux начало предпринимать шаги для исправления данной проблем еще в начале нулевых, когда сознание ее масштабов стало более очевидным. С версии ядра 2.4 появляется поддержка 64-битных архитектур. В 2008-м начинают работу над библиотекой JLipC по переносу представления времени в 64-битное пространство. Файловые системы также не остались в стороне. И в 2020-м году с выходом Linux 5.6 эта проблема была полностью решена. Получается, я могу комфортно пользоваться своим Debian на старом ПК и все так же стабильно получать обновление пакетов раз в 5 лет. Или же нет. Установка 2038-го года ложит Debian 12 в Kernel Panic. Кажется, у кого-то очень старый компьютер. А последняя версия OS 2 от IBM, 4.5.2, хорошо себя показывает. Никаких изменений. Грозит ли 2038-й год новым компьютером? Да нет, конечно. Уже давно вовсю используется 64-битная архитектура, 64-битные операционные системы и 64-битные приложения. В вышеупомянутом исчислении времени лимит наступает аж через 292 миллиарда лет. Это даже особо и обсуждать нет смысла. Как итог, хочу сказать, что по моим наблюдениям и экспериментам, 32-битные Windows вполне могут выстоять с этим, а Linux-дистрибутивы и подавно. Хотя Debian чё-то меня немножко подвёл. Однако эта архитектура, кажется, давно уходит в прошлое. А что вы думаете об этом? Верите ли вы в проблему 2038-го года, или всё-таки считаете эту проблему надуманной? Пишите свои мнения в комментариях. На этом пока всё. К сожалению, ролик получился, наверное, немного коротким. Но это не мешает поставить лайк и подписаться на канал. Огромное тебе спасибо за просмотр. Благодарю донатеров, поддерживающих канал любой своей суммой. И всем остальным, кто не прошёл мимо. Ведь каналу исполняется 9 лет. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok